Русь Дорогие друзья, уважаемые жители города Тихвина, я рад открыть второй день нашего фестиваля из галлической конструкции «Торговля лучшей войны». Перед вами сегодня выступает и обеспечивает нас прекрасным саундтреком группы The Rose. Давайте поблагодарим их! Пару слов об этом музыкальном коллективе. Дело в том, что с самого начала движения реконструкции, с самых первых фестивалей в Ивановском замке, они радуют и поддерживают нас своей великолепной по атмосфере средневековой музыкой. Огромное спасибо вам от нас всех! Сегодня мы начинаем нашу программу «Пешими боями». Те, кто был вчера, мог уже видеть их первую часть. Удача становилась то на одну, то на другую сторону. Была жаркая война. Я надеюсь, что сегодня мы тоже сможем вас порадовать. Вы видите, как средневековая пехота, бойцы, идущие на собственных ногах в бой, постепенно-постепенно подтягиваются в наше листалище. Я очень прошу вас держать детей на некоторой дистанции. Сейчас прямо на этой поляне перед вами состоится средневековая война с участием луков, с участием арбалетов, с участием длинных копий. Иногда все это ломается, куски мечей, доспехов отлетают в сторону зрителей. Поэтому, пожалуйста, не лезьте вперед, будьте осторожны. А мы постараемся и быть осторожными, и показать вам хорошие бои. Я прошу командиров, вышедших уже на листальщика, собрать своих бойцов вместе, чтобы я мог еще раз представить для гостей нашего фестиваля, и жителей, и хозяев города Кифина, еще раз, клубы участники. Прежде всего я хочу поприветствовать здесь клуб, которому я предвижу и сам, клуб «Русская дружина» Санкт-Петербург. Клуб «Русская дружина» является одним из старейших клубов, реконструирующих, прежде всего, средневековую Русь. Вы видите, что мы занимаемся не только Русью. Я сегодня вышел, выставил для вас западным и российским костюмом 14-го века, и мой коллега Иван вышел в доспехе «Русского воина». А давайте поприветствуем его. Вторая группа участников из Санкт-Петербурга – это клуб «Смоленский полк». И бессменный командир Александр Конкратов, известный военно-исторической реконструкцией, подстрелил прозвищу князь. Мы приветствуем их. Клуб «Смоленский полк» является одним из старейших в исторической реконструкции в России и в СНГ. Участники многочисленных бескомпромиссных сваток, храбрые бойцы и опытные воины. Ребята реконструируют ополчение Витовского войска, в котором участвовали как русские воины, так и воины в западноевропейской броне, а иногда даже в гости с далекого востока. Вы видите, что один из бойцов вышел сегодня в кожаном татарском доспехе. Давайте еще раз поблагодарим их, кто приветствуем. Клуб «Смоленский полк» – «Смоленский полк» – «Санглейбург». И еще один клуб, реконструирующий Средневековую Русь. Наши дорогие друзья из города Вскова – Клуб «Морде». И их славный командир Игорь Бухаров. Вы видите, что ребята вышли со своим абсолютно историческим вышитым шелком по шелку, великолепным псковским знаменем. Такие знамеры всегда сопутствовали русскому воинству и везли удачу избирать врага. В рамках нашей сегодняшней пешей части вы увидите столкновение разных армий. Это именно копье перед западной европейской алибарда. Многие из бойцов были вооружены стрелковым оружием. Луки армалета у нас сегодня на площадке. Давайте поприветствуем отряд наших варварых лучников. Вы видите, что они пришли сегодня с нами практически без бронин. Это очень характерно. Встрома могли видеть, как после поражения своих парней они спешно победали пловое боя. Но я надеюсь, что сегодня будет запустовать больше удачи. И перед тем, как мы начнем активную часть, пару слов, друзья, мост на решение великолепных русских армий. Я прошу выйти сюда, в кого-нибудь в конченой броне, наиболее характерной, наиболее стереотипной. И одно из самых интересных и массовых и защитных защитных в средневековой Руси. Игорь. Вы видите бойца вооруженного мирно-невидным щитом, защищающегося стримы, и прекрасным глинным копнем. Копье можно удерживать как двумя руками, так и одной. Строй таких копейщиков обеспечивает надежное противодействие рыцарской кольнице, в том числе западноевропейской. И, как я уже сказал, замечательный тип русского наспеха «Гольчуга». Наспех такой известен был еще в античных времен, использовался как в западной гробе, так и на Руси. Обеспечивал хорошую защиту от стрела от рубящих ударов. Вот от таких вот мечей. Еще можно убить такого воина, но он остается в этом безучастным, даже, возможно, не заметен. Спасибо. Обратите внимание, что русские воины часто шли в бой с открытым лицом. Максимум, что могло защищать их лицо, это такой доносник. Я прошу сюда, Иван, подойди ко мне, вы увидите, что Иван носит шлем с доносником, проходящий сейчас по государству в Армитаре в Санкт-Петербурге. Шлем, послуживший прототипом многих шлемов исторических фильмов. Сверхонический русский шлем. Внизу по шлему находится кольчужная бармица, тоже кольцо кольчуги, защищающие шею воина. И вот такой вот пластинчатый доспех. Он производит грозный дрон, железный. Доспех назывался такой бронедощатый, выполненный из стальных досок. И в нашем отечестве, в средневековой Руси, он измечивал наиболее надежную защиту наиболее опытных и наиболее знатных и богатых бойцов. Ну что ж, я вижу, что наши парни практически готовы к бою. Я думаю, что будет уместно поприветствовать наших прекрасных кавалеристов, которые сегодня раньше графика появились на боевой площадке. Клуб флориста Роспа, Роспа, Санкт-Петербург, их беспятный капитан Андрей Камирин. Их победы готовы. Четыре санельника сегодня представлены на поле боя. Я уверяю вас, у них будет сегодня возможность продемонстрировать свое мужество и воинское умение, но немного позже. Вы видите, храбрый кост появляется на площадке. Такие все войны нередко запустывали передневековым армиям, убежали остатки пищи и набрасывали с врагов и врагеров. И когда люди обсуждали после или перед битвой. Ну что ж, друзья, я думаю, что сейчас самое время к командирам и ухлептующих сторон подойти ко мне и договориться о плане наших совместных и правильных друг другу действий. Ребята, подойдите, пожалуйста. Я надеюсь, что мы сегодня постараемся показать вам разнообразные виды тех столкновений. Итак, друзья, сейчас перед вами взаимная договоренность, но совершенно бескомпромиссно состоится первый акт нашего пешего сражения. Я прошу бойцов подготовиться к этому действу. Я прошу из вас и вас подготовиться к этому действу. На этой площадке состоится бескомпромиссная жестокая борьба. Я напоминаю участникам, что сейчас у всех будет по самому хиту. После первой границы крупную битву часто начинал залп лучников. Не знаю, уж увидим ли мы сейчас атаку лучников, или они подключатся в процессе. Но я вижу, что некоторые из них уже готовы принести первый удар. Бойцы, готовы ли вы? На прошлом я вижу, что вы готовы. Давайте начнем, пусть будет бой! Вы видите, что русские атакуют первыми. Они построились под пенскоем. Перемьет бойцы, несущие небольшие щиты, а за ними идет прихода с копьями. Перемьет на сегодня боевая удача. Последний поезд командир отряда русских остается все еще на ногах. И снятого он и в четвером, и вот он повержен. Давайте поприветствуем от первой первого раунда! Идовский пол! Рассчитались, рассчитались, ребята, за все вчерашние поражения. Я хочу вам посередине договорить, что все участники сегодняшнего мероприятия ЮЭС, литералы и движения реконструкции, все юристы мероприятия, не первый год, властерские владели наружу, и, конечно, отлично знают друг друга. Валерий Павловся, наше мероприятие, несмотря на жесткие удары, проходят русские. Такие пешие воинские тренировки, такие пешие воинские тренировки и редко предшествования в портах турниров. Каждый из рыцарей приезжал на турнир со своей свитой, и свиты этих рыцарей были не против показать и свои воинские умения перед ускорными бойцами. Такой бой назывался «Вешире вилле» или «Бугунт». На логике русских вы можете видеть в первую славу, где наоборот в Бугунт и в Ситании произвели три злодимые впечатления. Как назрите результаты участников, попадающих в частную тяжелую травму, на первой вилле и израм у вас, выходящих за листалища. А сейчас я хочу рассказать вам, об абсолютно спиртоносном, в неюхомом оружии. Вы видите, у меня в руках питательное копье. Питательное копье, которое называется «С улица». Такими копьями были вооружены легкие воины. Забегая с флангов, забегая с тыла, они закидывали противника такими копьями перед основным приводком в столкновение. Несмотря на то, что фактически это небольшая легкая палка с участниками, тем не менее она наносила ужасающий урок. Я прошу сейчас построить, в стройе, возможно, больше, по размеру счетов. Я попробую показать, как это все работает, как именно летают с улицы, и как они могли попадать, втыкаться в дела противника. Вы видите, что прочный щит в руках моих оппонентов и так просто утомить. Но я уверяю вас, человеческое тело, оно пробивает абсолютно надежно. Вы видите, втыкаются с улицы, точно так же они втыкаются в человеческое тело. Могут пробить кольчугу, например. Гораздо более пассивный увесительный удар, чем у стрел лучников. Более меньшая дистанция боя. Ну что ж, я думаю, что наши бойцы созрели до второго раунда. Бойцы, вы готовы? Да! Они готовы, я знаю. Нет никаких сомнений. Ну что ж, давайте добавим наше противодействие, немного интриги. И сейчас перед вами состоится битва на мосту. Я построю импровизированный мост, своеобразный коридор. Задача бойцов... Итак, друзья, сейчас перед вами во взаимной договоренности, но совершенно бескомпромиссно состоится первый акт нашего пешего сражения. Я прошу мальцов подготовиться к этому действу. Я прошу из вас и вас подготовиться к этому действу. На этой площадке состоится бескомпромиссная жестокая борьба. Напоминаю участникам, что сейчас у всех будет по самому хиту. После него были традиции. Группу битву часто начинал залп лучников. Не знаю уж, увидим ли мы сейчас атаку лучников, или они подключатся в процессе. Но я вижу, что некоторые из них уже готовы нанести первый удар. Бойцы, готовы ли вы? На прошлом я вижу, что вы готовы. Давайте начнем, пусть будет бой! Вы видите, что русские атакуют первыми. Они построились в лотке с боем. Перемьет бойцы, несущие большие щиты, а за ними идет пехота с громкими. Перемьет на сегодня боевая удача. Последний моезд, говорит, что вы готовы. Продолжение следует... Перемьет на сегодня боевая удача. 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 Перемьет пехота с громкими. Я хочу вам посередине доказать, что все участники сегодняшнего мероприятия, ЮЭС, литераны и движения реконструкции, все юристы мероприятия, не первый год, властенцы не владеют оружием, и, конечно, мы отлично знают друг друга. Варим вам, все наше мероприятие, несмотря на жесткие удары, проходят в Руссии, в Москве. Такие пешие воинские тренировки и редко предшествования к фортов турнирам. Каждый из рыцарей приезжал на турнир со своей свитой, и свиты этих рыцарей были не против показать и свои воинские умения перед ускорными бойцами. Такой бой назывался «Вешер-биле» или «Бугунт». На логике в Саику можно видеть в первой славке, где в Бугунт в Китании произвели безвладимые впечатления. Как это зрители, так это участников, получающих зачастую тяжелую травму, а на теле-биле и израм у нас, выходящих за листалища. А сейчас я хочу рассказать вам об абсолютно спиртоносном, вне уковом оружии. Вы видите у меня в руках питательное копье. Питательное копье, которое называется «С улица». Такими копьями были вооружены легкие воины. Забегая с флангов, забегая с тыла, они закидывали противника такими копьями, беременно самым приводком в столкновение. Несмотря на то, что фактически это небольшая легкая палка с удаленчиком, тем не менее она наносила ужасающий урон. Я прошу сейчас построить, строим, возможно, больше, вот такого размера щитов. Я попробую показать, как это все работает, как именно летают с улицы, и как они могли попадать, изныкаться в дела противника. Вы видите, что прочный щит в руках моих оппонентов и так просто утомить. Но я уверяю вас, человеческое тело, оно пробивает абсолютно надежно. Вы видите, втыкаются с улицы, точно так же они втыкаются в человеческое тело, могут пробить кольчугу, например. Гораздо более массивный увлечительный удар, чем у стрел лучников. Более меньшая дистанция боя. Ну что ж, я думаю, что наши бойцы созрели до второго раунда. Бойцы, вы готовы? Да! Они готовы, я знаю. Нет никаких сомнений. Ну что ж, давайте добавим в наше противодействие немного интриги. Сейчас перед вами состоится битва на мосту. Я построю импровизированный мост, шообразный коридор. Задача бойцов. И мы все еще воюем до одного попадания, друзья. Партия Литвы. Партия Литвы. Партия Литвы. Сделайте пару шагов назад, чтобы все было честно. Вот там и с улицы. Там есть apertей. Партия Литвы. Партия Литвы. Партия Литвы. Это мой мой мой, не photoghetic. Конечно. Партия Литвы. Это мой мой мой. Я не columnist. Ну что, друзья, вы готовы? Дрители, вы готовы? Отлично! Пусть будет бой! Молодный строй! Вы отправлены на то, чтобы остановить противника. В этих охране Литвы мощные крупные щитания оттавливают. Гиллер, бойцов, милослав. Украинские копейщики успешно отражают их. Остается всего два литовца. Один из них с луком. Почный удар. Последний лучник он бежит. Повезает. 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 Повезает с победой. Ну, парнин, парнинг. Ну, русская дружина. Санкт-Петербург. Старые друзья и союзники, я вам скажу. Получилось расцветаться у них за поражение в первой сходке. Видимо, битвы на восту удаются партии русских лучше. Я прошу клуба выйти на исходные позиции. Я думаю, что мы можем устроить еще одну пехотную сквалку, которая решит исход нашего противостояния. Для того, чтобы бой этот был более продолжительным и более интересным, пускай у каждого бойца будет по три попадания. Бойцы, я обращаю внимание ваше. По три попадания. И пусть это будет кровавый бой. Болим ущерб вашему здоровью. Ну что ж, друзья, дадим нашим бойцам немножко отдохнуть. И давайте расскажем про снаряжение среди юных лучников. Сегодня они менее успешны, чем вчера. Вчера они выстекали бойцов русской стороны одного за другим. Сегодня русские сделали выводы, перестроились, построили стройщиков, и в они уже не так легко попасть. Но тем не менее, тоже смотрят на наших друзьях самоленобольным оружием. Вы видите, что эти парни ходят группой. Это очень правильно. Именно массовость обстрела из луков, массовость обстрела стрелами приносила таким ребятам успех. На них легкие доспехи. Вооружены они практически палкой с веревкой. Но именно такие палки с веревкой в насея танцузским рыцарям во время строительной войны огромный урод. Стрелы ранили коней. Они выводили рыцарей из боя. В России тяжкие увечья. И целыми тучами летели в сторону французов. Дело в том, что лучшие гейди выступают плотными массами, защищают свои позиции, воткнутые в землю корьями. И, как вы можете видеть, очень ловко и быстро маневрируют по полю боя в случае необходимости. Я надеюсь, что в следующей сходке вы сможем увидеть их во всей красе. А я прошу бойцов подготовиться к третьей сходке, решающей в нашем сегодняшнем бою. Огонников, я прошу помнить, что уже скоро-скоро начнется конная часть нашего состязания. Когда мы начинаем переходить из ограждения один за другим, один человек тянет за собой другого, и потом все наказываются здесь. Куча событий, что, конечно, очень интересно, но не очень безопасно. Итак, посмотрите, партия русских построила настоящий толп. Требует немалой воинской дисциплины. Такое построение известно еще с римских времен. Сейчас я постараюсь как-нибудь его разрушить, но вы видите, что достаточно надежно все прикрыты. В случаях осады крепостей такое построение не оставляло шансов атакующим получить какие-то повреждения, острелы камней. А литовцы стоят расслаблено, им торопиться некуда. Они уверены в своих силах. У них два храбрых лучника на вооружении, большие щиты и успех в первой шотке полевой войны. Ну что ж, друзья, не знаю, на чьей стороне ваши симпатии, и пока не знаю, на чьей стороне мои. Готовы ли вы увидеть третью сходку? Да! Отлично! Бойцы на есть, вы тоже готовы. Пусть будет бой! Держица русские не собираются атаковать, стоят таким плотным домиком. И вот один из них выходит вперед. Слышит параллельных армия с храбрых лучником, с баеком щитом, с песакого страха. Уворачивает на стрел, и кроя стрел и мечом. Ничего с ним не могут сделать противники. И заходят противник уступил. Убирают одного из лучников. Отлично! Межающих классов, друзья, давайте поддержим бойцов! Борь разбивается на поединке. Нередко так, в Волной Средневековой войне, когда распадалась пешая модель, войти скранились друг другу в руномашную. Последний член русской партии на битв, и вот мы видим, что только на другом конце поля остался боец стороны русских клубов. Русские не отдаются. Литовцы идут к нему, но не успевают. Ну что ж, победу в сегодняшней войне одержала сторона польско-литовского двора. И нет, посмотрите, посмотрите, сопротивление еще держится. Последний бойец русской армии на битву. Ну что ж, я и сказал, победу в этой спорте и в нашей сегодняшней пешей войне одержала партия с польско-литовского полка поиска-литовского двора. Давайте поддержим, спасибо нашим бойцам. Я думаю, что мы сейчас... Как я бы сказал, военно-исторические клубы состоят из друзей, которые знают друг друга не первый год. Именно объятиями заканчивалось наше столкновение. Несмотря на госпиталовистскую борьбу, все мы любим друг друга и всегда рады порадовать зрителей, пришедших на наше мероприятие. Для вас выступают клубы. Русская дружина, Санкт-Петербург. Движский полк, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. И городсков, клуб Ордер. Сейчас мы увидим, как пешие бойцы в организованном порядке покинулись наше аресталище. Показав чудеса войск и выучки организованности. Хотя я хочу вам сказать, что в Средневековье не было той воинской дисциплины, которая появляется только при шведском короле Густаве Адольфе во время 30-летней войны и при прилихе Великом. Средневековые воины были внутренне свободны, им не нужны были какие-то правильные формальности. Вместе их держала их дружба и их мужество, и их верность своему долгу. И обратите внимание, что все это время поддержка нашего мероприятия обеспечивает прекрасная группа «Дороллс». А пока наши пешие бойцы покидают турнирное листалище, пара слов о конных турнирах. Один из которых, а точнее его вторую часть, нам предстоит сейчас увидеть. Перед нами четыре тяжело вооруженных рыцаря. Вы видите, что они срубают сарацин, такова их ненависть к нему. Сейчас они будут его срубать не только руками, но и кавалеристскими копьями. Дело в том, что именно копье, вопреки распространенному заблуждению, является основным оружием средневекового рыцаря. Вот такие вот копья, в два человеческих роста длиной, служили для того, чтобы таранить своих противников, иногда пробивая их насквозь, иногда выбивая их из сёдел. Я надеюсь, что сегодня мы увидим что-нибудь из этого. Конные турниры крайне опасное дело. Заневаются ими наиболее мужественные. И, конечно же, важной частью любого конного мероприятия являются сами кони. Кони проходят серьезную подготовку. Много часов вверху от садников и другого состава, готовящего коней, стоит подготовка каждой лошади. Огромных денег стоили такие лошади, их подготовка и средние века. Я считаю, что рыцари достойны ваших оваций, ваших аплодисментов и вашей любви. И давайте поприветствуем участников нашего сегодняшнего турнира. Первый участник — Рон Деев. Рыцари, конструирующие Германию начала 16 века. В прекрасном, аксельяновском, полном латном доспехе собственной работы великолепный мастер по металлу Сергей Журавлёв из Москвы, ваша услуга. Кроме виртуозного владения наковальней молотком, он также прекрасно обращается со своим вранным колем. Следующий участник нашего турнира — Шамбаликат Марган. Капитан Кулуо Ковыринское братство, город Санкт-Петербург. Он выступает сегодня в обидом коне в доспехе рысаря 14 века. Он отбитывая, а в другом роде несёт свой великолепный герб. Ворожённого топором грозного зверя. Но грозен не только его герб, грозен и сам Камин. Он благочисленный победитель в том числе международных турниров. Он наносит мощнейшие удары, как пьём. И сам он весит более 100 килограмм. Самый титулованный и самый мощный риск на нашем турнире. Комендант Ковыринского братства из Санкт-Петербурга. Шамбаликат Марган, к вашим услугам. Сказал вам по секрету, что именно он является главным фаворитом сегодняшнего турнира. Но посмотрим, сможете он оправдать возложные на него ожидания. И ещё один участник нашего турнира из города Москвы, реконструирующий средневековую Германию, Коспарин Гюнтер Борт в Красной Коте. Наверное, коррек, ваша услуга! Обратите внимание, что он носит Красную Коту и Белый Крест. Именно с такими крестами ходили рыцари, участвовавшие в экспедиции, в святую землю, внещшие крест в чужие земли, и внещие песко-бробийскую войну с сарацинами. Именно поэтому вот это вот турнирное устройство, вот этот вот вращающийся гигант по центру называется сарацином. И именно его со всей яростью будут поражать наши бойцы. Давайте пожелаем господину Гюнтеру удачи! Вчера она изменила ему, но надеемся, что сегодня она будет его верна. Гюнтер Борт из города Москвы к вашим услугам! И четвёртый, но далеко не самый слабый, участник нашего турнира, в чёрной котке, на вороном коле, Арно Браванский, к вашим услугам! Гюнтер Борт из города Санкт-Петербурга! Даже руки не нужны ему, для того, что управляют колём. Он управляется одними ногами, а руки оставляет для своих соперников. Великолепно владеющий лошадью клинком, Арно Браванский! Обратите внимание, что на нашем мероприятии, на нашем рыцарском турнире, как и положено, присутствуют прекрасные дамы. Дело в том, что рыцарская куртуазная культура, рыцарская придворная культура, подразумевает в том числе и служение прекрасным дамам. И на рыцарских турнирах именно они выносили финальный вердикт, именно они бывали важной частью судейства, именно они давали и отнимали очки у рыцарей. Не всегда справедливо, но всегда по своему усмотрению. Давайте поприветствуем наш суд прекрасных дам! Именно они будут помогать мне вести этот великолепный турнир специально для вас, и именно они сообщат мне о своем финальном решении. Ну что ж, я думаю, что наши рыцари достаточно размялись, размялись и зрители. Я думаю, что осталась лишь одна минута до начала, и я расскажу, наверное, о нашем первом упражнении. Как я сказал, перед вами крутящийся сарацин, задача рыцарей для получения одного очка будет такова. Нужно поразить сарацин в самое сердце, вот вон на квадратную площадку. Посмотрите, насколько она мала, как сложно в нее попасть. Сарацин должен прокрутиться и постараться поразить рыцаря в затылок вот этим вот мешком противовесом. Ну что ж, друзья, я думаю, самое время пожелать нашим участникам удачи. Да пребудет с вами Господь, господа! Ну что ж, я объявляю наш турнир открытым. И первым к Сарацину приезжает Фронт-Элеф, наш участник из Москвы. Скачите, господин! Отлично! Мощнейший удар! Сарацин пока щенился! Это приносит нашему герою одно очко! Отличное начало, Фронт-Элеф! Я поздравляю вас! Видимо, ваше щелкацкое перо действительно приносит удачу. Друзья, кто будет следующим? Варган заходит на упражнение! Отлично! Фронт-Элеф покачнулся еще больше! Самое сердце поражает его камин, и надеюсь, он поразит из самых прекрасных дам на сегодняшнем турнире. Еще одна попытка, господин Дюнтер! Удар! Отлично! Я же говорил, что удача будет запустовать ему! Давайте его поддержим! Отличный захват! И Елисей Абраманский! Мощный голод! Отлично! Сарацин повержен! Мощные аплодисменты! Вы видите, что наш турнир, как и всякий середневековый турнир, обслуживает бригада опытных оруженосцев. Когда рыцарей нет на площадке, когда лошади остаются без присмотра, они тоже садятся верхом, они тоже готовятся к подобным мероприятиям, обязательно выступают на них. Именно оруженосцы являются главной поддержкой и опорой рыцаря. Рыцарь не может сам сделать столько операций, перенести все доспехи. Давайте поблагодарим наших парней! Прекрасная турнирная команда! Ну что, друзья, мы готовы ко второму раунду! Вторая попытка! Фронт-дебе! Великолепно! Долочка! Бесспорно! Видимо, погода сегодня благоволит нам! Лошади не вязнут в грунте! Отличный голоп! Отличные скорости! Харган! Удар! Отлично! Сарацин снова повержен! Под вашими успехами! Не успевают, не успевают оруженосцы ставить Сарацину на место! А он все падает и падает! Ну что ж, господин Гюнтер! Удар! Великолепно! Великолепно! Пока ни одного промаха! Давайте поблагодарим наших участников за доблесть и умение! Иси Абраманский! И еще один отличный удар! И снова повержен Сарацин! Что ж за день такой, друзья! Два раза результативнее, чем вчера! Не иначе Господь благоволит нам! Он послал нам сегодня хорошую погоду! И отличные рыцарские удары! Удар таким копьем с остальным заточенным наконечником надежно поражал любого противника! Как пехотинца, так и такого же всадника-рыцаря! Зачастую не спасали никакие доспехи! Они прошивались насквозь! Вывели огромную вмятину на керасе одного из наших участников вчера! Надеюсь, что сегодня дело тоже обойдется вмятинами! Что участники уйдут живыми и здоровыми! Обойдется без травм! Но в нашем деле бывает всякое, скажу я вам! В финальной части нашей сегодняшней программы вам предстоят полноконтактные ошибки и накопьях! Рыцари будут ошибаться друг с другом! И, возможно, упадет уже Дни Сарацин, а один из наших участников! Хотя я не сомневаюсь в их умении, обычная крепко держится в щедлах! Сейчас перед вами будет представлено другое упражнение, наиболее сложное из всей нашей программы! Это упражнение называется «Кольца!» Потому что для него используются кольца! Вот такие вот кольца целых два! За верхнее кольцо, за его поражение, за его снятие копьем, каждый боец получает одно очко! Также за поверженного Сарацина! А нижнее кольцо, имитирующее пехотинца, приносит каждому участнику два очка! Поскольку снять его намного сложнее! Ну что ж, господа рыцари, вы готовы? Конечно, они готовы! Поприветствуем! Фронт-эбэк первого заходит на Сарацин! На Джостер! Мимо, друзья! Мимо! Сбивает досаде урхом копья! Нижнее кольцо, так желанное! Но мимо, увы! Дадим возможность второму участнику! Господин Морган готовится! Длебует большого внимания это упражнение! Отлично! Верхнее кольцо! Отвечка! И следующая попытка! Господин Гюнтер! Из города Москвы! Под ваши аплодисменты! Верхнее кольцо! Отлично! И дает сегодня промах вам Гюнтер Борг! Реабилитируется полностью за вчерашнюю неудачу! Отличная езда! Отличное владение оружием! Мои поздравления! И месье Врубанский! Как же так! Оруженосцы, прошу вас, будьте внимательней! Рыстры, прошу вас, ждите, пока кольца окажутся на крючках! Слишком быстро! Слишком быстро вы проскакиваете! Не ждете своей очереди! Дайте нашим оруженосцам отдышаться, чтобы они построили для вас этот сложный агрегат! Не могут договориться, кто же первым зайдет на упражнение! Ну что ж, Фрондебеф, желаем вам удачи! Нижнее кольцо! Хорошие аплодисменты! Два очка! Фрондебеф в 16-ти вечном доспехе пока что врывается в лидеры, насколько я понимаю! Обратите внимание, что он из всех участников турнира в наиболее сложном, красивом и в наиболее тяжелом доспехе! Вдвойне тяжело его сегодня на нашем ресталище! Но тем не менее, пока что он лидирует! Ну что ж, господин Морган, теперь пожелаем удачи вам! И нижнее кольцо! Отлично, отлично! Достойная конкуренция на сегодняшнем турнире! Приятно смотреть на бойцов! В Гюнтерборг! Промах, к сожалению! К сожалению, это промах! И Весье Браванский! И вон какая она! Давай! 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 Ну что ж, друзья, спорная ситуация! Давайте спросим решения суда-дам! Что вы скажете! Нет, друзья! Попадание не засчитывается! Попадание не засчитывается! Требует починки наш турнирный агрегат! Был он сломан мощным ударом копья! Друзья, мы переходим к следующему упражнению! Следующее упражнение, уважаемые зрители, дорогие жители города Тиховина потребуют участия от вас! Дело в том, что, как я сказал, рыцари были галанты по своей природе! Они угождали дамам, а дамы старались благоволить им, старались поддерживать рыцарей на турнирах и на войне! Поэтому в средние века сожилась красивая традиция! Давать рыцарям возможность поднять платок или другую часть женской одежды или женских атрибутов с копьем с ратного поля! Я прошу вас сейчас отдать те элементы одежды, платки, которые вам не жалко пожертвовать для нашего турнира! Сейчас рыцари будут поднимать их с грунта, будут поднимать их с земли! Зараз вам нужно, пожалуйста, подойти к зрителям и взять какие-то элементы, которые будут пожертвовать нам сегодня! Я думаю, что наши рыцари будут достаточно щедры, и тем, кто окажется настолько щедр из зрителей, они благородно возвратят поднятые платки! Если, конечно, не промахнуться! Ну что ж, сколько у нас платков? Есть пять! Пять! У нас есть пять платков! Есть ли еще желающие пожертвовать что-нибудь? Еще платочек? Отлично! Отлично! Давайте сюда! Тут уж кому повезет! Ну что ж, еще один платок! Семь платков сегодня у нас на турнире! Я думаю, это достаточное количество! Давайте пожелаем нашим рыцарям удачи в этом крайне непростом упражнении! Очень сложно поднять платок с земли! Увидите, что тщательные расстановки требуют вот эта вот платочная система! Дело в том, что рыцарь должен был уметь опускать свое копье очень низко, опускать его с разных сторон от лошади в бою! Это часто требовалось, поскольку бой был скоротечен, гонные ошибки были быстрыми, и не всегда, как на турнире, противник рыцаря отказывался с его щитовой, с левой стороны! Зачастую можно было поражать пехотинцев, и это требовало очень разнообразной техники от рыцарей и турнирных бойцов! Сегодня мы присутствуем на некой тренировке, на рыцарской тренировке в доблести и умении! Ну что ж, я вижу, что у нас практически все готово! Господа участники, я вижу, что вы готовы! Месье Варабанский готов зайти на платки и храбро поразить их копьем! Пожелаем вам удачи! Месье Варабанский! И платок конец! Отлично! Отлично! Чей платок? Отзовитесь! Рыцарь ищет, ищет владельца платка! Вы видите, своеобразное знамя получилось на копье! Такие знамены действительно использовались! Несли обычно на себе рыцарский герб! А сегодня найдем милый узорщик, кого-то из прекрасных дам и числа зрителей! Давайте аплодируем! Аплодательница! Ну что ж, фронт-эбэм, готовы ли вы? Удачи нашему немецкому рыцарю! Не выдержал копье, но выдержал платок, друзья! Платок не поднят! А обломки, по традиции, достаются самым младшим участникам нашего мероприятия! Пользуйтесь на здоровье! Может, что принесет вам удачи! Ну что ж, Гюнтерборг! Рюзер из Германии! Почти, почти, друзья! Таким смахивающим движением он пытается поднять платок! Дело в том, что в этом есть некоторая хитрость! Так можно поднять не один платок, а сразу несколько! Платок поднят! И практически поднят! И еще два платка! Парган, верните платок владельцу! Нет, нет, на вторую фотку! Нет, не верните платок владельцу! Вернем его в конце! Он нам пригодится для второй попытки нашего турнира! Мальчик, отдайди, пожалуйста! Не видно! Верните платок рженосцам! Ну что ж, вторая попытка! Давайте пожелаем бойцам удачи! Месье Абраманский! Нет, друзья, нет! Платок приподнят! Но это не приносит никаких очков! Ой, виночка! Так бывает, что делать! И Месье РВФ, прошу вас! Нет, друзья, снова неудача! Что же делать? Неужели? Фортуна изменила нашим участникам! Надеюсь, что остальные смогут реабилитироваться перед вами! Гюнтер Борг из города Москвы! Последний момент! Ваши аплодисменты! Отлично! Видимо, красный платок нравится рыцарям! Сверх храбрости и воинской доблести! Рыцарь в красной коте, видимо, предпочитает красные платки! Пробежался мимо остальных, выбрал красные! Все верно, конечно! Как иначе? Поток возвращается на место! И последняя попытка! Последняя попытка! Господин Борган! Вы видите, рыцарь в синей коте, предпочитает синие платки! Все логично! Я прошу оруженосов и рыцарей вернуть платки их владельцам! Спасибо вам огромное! Не пожалели платки для наших участников! Они ее пожалели милоосломанных копий! Недорого отдаем! Держи! Держи! Ну что ж, друзья! Я так понимаю, что нам предстоит следующая, не менее интересная часть нашего турнира! Вы видите у меня в руках универсальное средневековое оружие! Средневековый рыцарский обоюдово-острый меч! Главное оружие для личной обороны! Силу рыцарского статуса и могущества! Разрубающий своих фрагов сверху до низу, которым можно колоть и которым можно, конечно же, рубить! Именно рубку вы увидите сейчас! Вы видите, что наши оруженосцы выставляют вокруг Джостера этой турнирной загородки капусту! И именно капуста пострадает в этой части турнира! Я прошу рыцарей вооружиться мечами! Покажите вашу верную руку! Когда ломались копья, когда кончалась рыцарская удача, именно мечи приходили на помощь Средневековому всаднику! Скачущий рыцарь, проскакивая через толпу пехоты, мог навести сразу несколько ударов своим мечом! Именно это мы увидим сейчас! Две капусты, две храбрых самоотверженных капусты, стоят вдоль Джостера! И участники могут принести сразу два удара! По одной капусте, приносящей одну очко, и по другой капусте, приносящей еще одну очко! Ну что ж, мне кажется, что все готово! Готов Джостер, готовы наши бойцы, почти готовы оруженосцы! Но готовы ли вы, дорогие друзья? Только капуста дает слабину! Падает с поставки! Многое предстоит и сегодня! Как и тело человека, капуста разрубается очень легко! Я надеюсь, что вы сейчас это сами увидите! Ну что, друзья, вы готовы? Главное, да! Прошу вас! Раз, два, две капусты поверженные! Уважаемые дамы, засчитываем либо эту попытку! Два очка получает наш участник из Германии! Император Максимирьян был бы доволен им! Ну что ж, господин Борга! Раз, два! Разлетая за капусту, вошли в шевернады! Положите аплодисменты! Несомненно, два очка! И еще один из участников из Германии! Юнкер Борг! Раз, два! Одно очко! Но он наносит более сложные удары сверху! Дадим ли мы ему дополнительные очки за это? Нет, конечно, нет! Пускай все будет честно! Все верно! Конечно! Хоть охотка! И последний заход первого этапа! Раз, два! Отлично! Две капусты поверженные! Арно Браванский! Прекрасно, прекрасно! Два очка, насколько я понимаю! Великолепно! Два очка! Тяжелая борьба сегодня на турнире! Давайте спросим у наших дам! Кто же пока видится им лидером? Рыжий! Хочу заметить, что они опираются не только на свои симпатии! Они ведут тщательный подсчет! Все учитывается! Месье Варган, вы пока лидируете! Но долго ли вы продержитесь? Посмотрим! Я думаю, что остальные участники постараются уменьшить ваши шансы! И вторая попытка! Заход на капусту! Господин Дебеев! Ура! Еще один! Самый верх капусты срезан! Я вижу, что она немного пострадала! Дадим ли вы второе очко за это? Да! Да, дадим! Конечно! Два очка! Весье Дебеев к вашим услугам! Два очка! Спасибо! Хорошо! Морган! Ваша попытка заработать два очка на раз! Не укрепить своего лидерства! И раз! Капуста упала! Что мы будем делать? Два очка! Дадим еще одну попытку! Мне кажется, это будет честно! Да! Дадим! 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 Господин Морган, вам дается еще одна возможность! Я уверен, что вы не промахнетесь! Сразу с галопа заходит Морган на упражнение! Раз! Два! Нет! Нет, друзья! Только одно очко! Одно! Но какая скорость! Мне кажется, он достоит как минимум ваших аплодисментов! АПЛОДИСМЕНТЫ Три очка! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, сейчас три! Три очка! И господин Гюнтер! Раз! Два! Отлично! Капуста разрушена по колам! Лярная, другая! Шляпка здесь осталась! Капуста у наших участников самая настоящая! Какую вы можете купить на магазине? Шляпка! Очень вкусная, очень питательная и очень мягкая! Раз! Два! Три капуста повержены! АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично! Отлично! Могли порадовать зрителей и себя, участники рубки! Да! Но сейчас нам предстоит усложнение! Этого упражнения к вашим услугам настоящие средневековые яблоки! Ваши аплодисменты! Главные участники следующей части программы гораздо меньше капусты! Попасть по ним гораздо сложнее! За каждое попадание всадники получат по одному очку! Нет-нет! Нет-нет! Надо насадить! Оно должно быть выше! Не настолько низкорослыми были средневековые пехотинцы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, давайте спросим у суда дам, не достоин ли наши рыцари получить по одному дополнительному очко за каждое срубленное яблоко! Конечно же, они благоволят нашим участникам! За каждое срубленное яблоко каждый рыцарь получит сразу по два очка! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, фронт и бер! АПЛОДИСМЕНТЫ Раз! Два! Только одно попадание, подсказывают мне дамы, только одно, но два очка! АПЛОДИСМЕНТЫ Доказываю, два очка! АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, это потому, что яблоки гораздо вкуснее капусты, друзья. Итак, господин Борган. Раз, два. Одно точно раздувало. Раздували второе. И опять оба мимо, друзья. Только Боргану сегодня удается поразить оба яблока сразу. Очень любят яблоки, господин Борган. Что тут скажешь? И я вам скажу, очень любят победные очки на турнирах. И даром я называл его фаворитом. Ну что ж, второй заход. Что начнет, господа рыцари? Я вижу, что начнет фронт ЭВ. Самый тяжелый рыцарь из Москвы сегодня. Пожелаем удачи. Раз, два. Одно яблоко уверенно повержено. Отлично. Друзья, кто следующий? Неужели вы устали? Давайте поддержим наших рыцарей. Господин Борган, мощный голову. Раз, два. Оружедосты говорят, что было, что не было попадания по яблоку. Но, как известно, не они решают сегодняшний турнир и его исход. Что скажут наши дамы? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет. Да, да, да. Нет. Нет. Смотрите, они спрашивают слова камина. А между тем, господин Гюнтер получает два очка, пока суд там выносит решение. Что вы скажете, одно попадание или два? Только одно. Два очка получает камин. И месье Брованский. Раз, два. Также одно попадание. Ну что ж, весьма не просто попасть по средневековым яблокам. Умело уворачиваются они. Падают со стоек. Оружедосты воруют и подъедают их. Я думаю, что каждое такое яблоко сможет стать сегодня призом для самых расторопных зрителей после турнира. Не сохранили, а не целостность, конечно же. Но я надеюсь, вы не побрезгиваете таким сувениром. Ну что ж, мы переходим к следующей части. Наиболее ответственной. Наиболее опасной. И, несомненно, самой важной части любого турнира. Мы переходим полноконтактным, крайне опасным, но крайне задорным, копейным шипком в контакт. Надежную защиту лицам, надежную защиту головам может попасть в голову на любом средневековом турнире. Тем не менее, основной целью на нашем турнире будет героидический щит с гербом рыцаря и его корпус. Его корпусные латы. Немало замята была кераса фронта Дебефа на нашем вчерашнем дне соревнований. Я уверен, что кому-нибудь из рыцарей серьезно достается и сегодня. Сегодня у нас лучшая погода, более удачный день, более точные удары. И, как я вижу, более радостное настроение участников. Лихо заходит сегодня на Сарацин. Лихо заходит турнирный створ, наши бойцы. Давайте пожелаем им удачи. Давайте поддержим их в этом нелегком и крайне опасном рыцарском деле. Хотя все они являются опытными бойцами, являются опытными всадниками и бесстрашными рыцарями. И когда даже рыцарем изменяет удача, случаются травмы, случаются падения. И, конечно же, случаются преломленные копья. Именно сломать копье противника является основной целью бойца на турнире. И хотя на нашем турнире это не приносит дополнительных очков, но это служит пущей зрелищности и показывает истинное мастерство владения этим рыцарским, поистину рыцарским оружием. Я обращаю внимание участников наших рыцарских соревнований. За каждое попадание в щит противника вы получите по одному очку. За каждое попадание в корпус противника вы получите сразу два очка. И по решению суда-дам, за каждое преломленное копье, вы получите одно дополнительное очко. Таким образом, самые умелые из вас смогут получить сразу три очка за одну сходку. Увидим, что оруженосцы дают рыцарям длинные копья. Копье, кричит месье Барабанский, орлется в бой. И оруженосец копьем несется, несется к нему. Вы видите, как он спешит. Последние приготовления на листалище. И уже абсолютно готовы наши участники. Рыцарские кони рвутся в бой. Я прошу оруженосцев найти подальше от створа. И первая ошибка. Месье Барабанский. Мимо, мимо, друзья. Бескровно обходится эта ошибка. Ну что ж, я думаю... Дадим им еще один шанс. Еще один сход. Морган против Барабанского у нас снова накопнет. И падение. Господин Морган повержен из седла. Непростое падение. Я прошу оруженосцев побочь нашему рыцарю. Давайте поддержим его в этой нелегкой ситуации. Месье Барабанский подъезжает к своему противнику. Нежелал его травмировать. Вынужденная пауза на нашем турнире. Как я сказал, опасное дело, опасное занятие конной шипки. Давайте не дадим пасть воинскому духу и настоящей доблести на нашем сегодняшнем реставище. Сегодня здесь, в городе Тихвиня, специально для вас состоится уникальное зрелище. Уникальное воссоздание настоящего полноконтактного средневекового турнира. О котором бывают разные случайности. Бывают и травмы, бывают и падения. Копья ломаются. Но не ломается мужество наших бойцов. Вы видите, что Моргану приходится нелегко. Сможет ли он снова сесть на лошадь. Давайте поддержим его в этой лёгкой ситуации. Я думаю, несколько минут отдыха требуется его как минимум. Но я вижу, что остальные участники турнира рвутся в бой. И смотря на опасность, они готовы продолжить это зрелище для вас. Фронт-дебе бьёт длинное рыцарское копьё в свою мужественную руку. И готов заехать с двор Джостера. Против него выступает только что сразивший Моргана. Весье Браванский. Снова крайне спешно ему приносят копьё. И вот бойцы, я вижу, готовы. Ну что, друзья, давайте продолжим. Пусть будет бой. Серьёзнейший удар. На этот раз месье Браванский на земле. Хорошеновский, я прошу вас не оставлять наших участников. Вы видите, что нешуточные страсти разговариваются на реставище. Мощнейший удар. Фронт-дебе. Отлично. Но и месье Браванский ответил ему тем же. Уже второй участник нашего турнира оказывается спешенным. Даже тяжёлое рыцарское сооружение не всегда спасает от падений. Рыцарские сёдла не всегда удерживают бойцов в седле. Не всегда удерживают их верхом. Упавший в бою рыцарь бывал окружён пехотой. Получал удары копьями. Получал удары полоксами, мощными топорами. И часто бывал убит или даже пленён. Пленный рыцарь был сладкой добычей для средневекового пехотинца. Огромный выхуд можно было получить как за рыцаря его доспех, так и продав рыцарскую лошадь, которая, как я сказал, стоила немалых денег. Основным оружием рыцаря была в бою его лошадь, которая спасала его в случае угроз, и которая, как увидели, наносила мощнейшие удары своему противнику. Именно масса лошади является основной движущей силой рыцарского тарадного удара копьём. Всей массой врезается всадник своего оппонента. Именно масса лошади позволяет преломить копьё. Огромная сила для этого требуется, но как спички копья разлетаются на турнирах, и так же они разлетались на средневековом войне. Я вижу, что пока только два участника остались в седле. Месье Гюнтер Борг, поприветствуем его! И рыцарь наиболее тяжёлых лотов начала 16 века, Ронда Меф из Москвы, Сергей Журавлёв с прекрасными перьями. Готовы ли вы? Вперёд, друзья! Ну что ж, неплохие удары, не такие мощные, как до этого. Но тем не менее, под ваши аплодисменты. Сразу же разворачиваются бойцы, чтобы совершить ещё одну сходку, ещё один съезд в турнирном створе. Полную готовность они показывают, неудовлетрены первой попыткой. Я имею ещё возможность! Щадит, щадит фронт и бег своего задевавшегося соперника. Давайте поаплодируем ему за этот рыцарский жест. И стал он наносить мощный удар по остановившемуся всаднику. Зазевался Гюнтер Борг в створе. Такое бывало. Неудача с лошадьми, минутное замешательство могло принести увечья и смерть на поле боя. Именно поэтому вот такие тренировки, такие турниры, которые вначале служили делом воспитания, мужества, доблести, делом овладения этим непростым ревеслом. Именно такие турниры появлялись, как тренировки турнирных бойцов, потом развившись уже в такое красочное шоу. И ещё одна ошибка! Отличный удар! Давайте поаплодируем нашим участникам! И давайте поаплодируем нашим рыцарям, которые вышли снова в бой! Вы видите, что Борган снова на коне, несмотря на травму, сел верхом! Настоящая рыцарская доблесть перед вами! И что, друзья, ещё одна сходка! Пожелаем им удачи! Мощные удары! Мощные удары! Не выдерживает Джостер, но выдерживают рыцари! Отличный, прекрасный турнир! По-настоящему рыцарские жесты! Настоящее мужество и доблесть! Приятно посмотреть, друзья! Приятно посмотреть и зрителям и мне на то, что творится сегодня в турнирном створе! А ржунасты прошу вас поднять стойку! И ещё одна сходка! Мимо, друзья! Крайне опасно это выглядит! Сблизи, с такого небольшого расстояния! Я скажу вам, что на турнирах бывает всякое! Падают, бывают и люди, и кони! Бывает, что даже мощные и кони весом по полтонны оказываются на грунте, оказываются на земле! Пожимают руки противники! В настоящей рыцарской атмосфере проходит сегодняшний турнир! Ну что ж, друзья! К концу подошла важнейшая часть нашего конного турнира! К концу подошли полноконтактные ошибки на копьях! Давайте поблагодарим наших участников! Прекрасно! Прекрасно! Прекрасное стрелище! Ну, это не всё, друзья! Господин Морган сказал, что наши рыцари готовы продемонстрировать ещё одну часть турнира, которую мы не стали показывать вчера, но ради красивой финальной части нашего фестиваля мы покажем её вам сегодня! Речь идёт о конном мире! Речь идёт о битве в поле с использованием мечей! На первый план выходит умение ездить верхом, владение лошадью не просто придётся нашим рыцарям! Лошадь – крайне пугливый зверь! Он боится рыцарей! Он боится звона мечей, звона лад! Но, конечно же, не есть и речь идёт о настоящих рыцарских конях! Давайте поприветствуем наших всадников! Вы видите, что и месье Барабанский появился в седле! Отошёл он от травмы, снистил жубы, сел на коня! Давайте поблагодарим его до этого! Ордам Барабанский к вашему слугу! Надевает тяжёлый шлем, предстоит им всем нелёгкая сеча с использованием мечей! А исход этого этапа соревнований по доброй, средневековой, рыцарской традиции определить сутан! Каждый из участников будет драться сам за себя! Важной частью этих соревнований является манёвр! Вы увидите, что рыцари будут пытаться подъехать друг к другу сзади, подъехать сбоку, атаковать неожидающего этого противника! Только виртуозное владение конёвш-понами даст им такую возможность! Но я уверен, что мы увидим сегодня и в этой части соревнований бескомпромиссную борьбу! Вы видите, насколько разное оружие в руках у рыцарей! У одного из них в руках топор короткий, но мощный! У другого в руках большевон мощное одновезвийное оружие! Гораздо более мощное, спиртоносное, чем меч! А у других в знак рыцарской чести и доблести в руках настоящие мечи! Обою доострый, пригодный к колючу берущему удару! Ну что ж, бойцы, готовы ли вы? Пожелаем удачи нашим участникам! Мама! Пожелаем им удачи еще раз! И пусть будет бой! Умело обороняются бойцы, разделяются на пары, пытаются догнать друг друга. Обычно победу одерживает тот, кто в дочное время может держать лошадь в управляемом галопе. Внимательно следят за поединками дамы, судада. Именно они определят наиболее успешных бойцов. Алинуx Юнкер Борг Вместе седла его оппонент, а он не остается в долгу. Еще не срублены перья на голове фронта Дебефа. Уверенно он защищает их, как самое дорогое, наверное, в своем доспехе. А я жду сигнала от прекрасных дам о том, чтобы остановить кровопролитие. Но они, конечно же, не подают его, ждут крови и шоу кровожадной женщины, несмотря на искренние симпатии к господам на ресталище. Все мощнее удары. Все плотнее сходятся бойцы. Великое желание достать друг друга. Пытаются кусаться лошади. Ну что ж, друзья, я вижу, что дамы показывают, что хватит. Стоп, друзья! Пускай это состязание так же окончится. Поаплодируем нашим всадникам. Поаплодируем нашим участникам. Несмотря на тяжелые доспехи, они были достаточно подвижны. Продемонстрировали умение верховой езды. Умение верховой езды. Продемонстрировали отличную технику владения клинковым. И не только клинковым оружием. Ну что ж, наверное, стоит подойти к нашим дамам и спросить о том, как они вознаградят своих рыцарей. Мы видим, что произведены сложные подсчеты. Крайне внимательны были дамы. Сейчас они сообщат мне о своем решении. Благодарю! Итак, друзья, прежде всего, благородные дамы сообщают мне, что два участника, получившие травмы на сегодняшнем турнире, но, несмотря на это, собравшие волю в кулак и севшие снова верхом, получают за свой, поистине, рыцарский поступок по одному очку. Орган! Это вы! Давайте поаплодируем его! Поистину, доблестный жизнь рыцарей! И весь европейский! Ваши аплодисменты и нам! По одному очку! Отсюда, дам, для вас, господа! Настоящую щедрость и благосклонность демонстрируют они! Ну что же у нас в конном миле? Кто же оказался победителем в этом непростом противостоянии? Ну что ж, друзья, дамы подсказывают мне, вопреки соревнованию, на конном миле, на конном состязании с клинковым оружием, победила дружба! Победила настоящая рыцарская дружба, которая объединяет всех нас на этом турнире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова